Привет-привет! Сегодня будет обобщающее видео, куда сходить в Минске, что привезти из Минска, и вот как мы проводим летом время. Конечно, я хочу посоветовать детскую железную дорогу Заслоново. Она находится в городе Минске на проспекте Независимости, 86. Сейчас будет мой сын снимать, его очень тянет именно вот к этим поездам. Он приезжает сюда уже не ради того, чтобы прокатиться в настоящем вот этом вот поезде, а именно чтобы посмотреть на вот эту вот потрясающую детскую железную дорогу, установленную в зале ожиданий. Вообще, малая белорусская так называют детскую железную дорогу железнодорожники. Несмотря на название, здесь именно все настоящее. У меня было подробное видео, как мы ездили. И там и тепловозы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники, и начальники станции. Конечно, пассажиры от Большой магистрали детской железной дороги отличаются шириной колеи. И длина пути детской железной дороги 3,79 километров. Она была открыта в 1955 году. И очень имеет богатую историю. Также на детской железной дороге имеется 3 станции. Заслоново, Пионерская техническая и Сосновый бор. А теперь мы пришли, это было в один день, мы пришли в музей занимательных наук или Квантум. Мы уже второй раз с младшим, со старшим уже ходили. Вот мне особенно нравится состав человека. И особенно нравится Назару именно пузыри. Я сама стояла вот на этом квадратике, и тоже он делал пузыри. Я там пыталась ему прочитать про интерференцию, что такое вот эта пленка. Но его интересовали только пузыри. И здесь, благо, есть возможность даже вот ребенку делать огромные пузыри, быть самому таким а-ля фокусником. Вот он и дует, вот он и играется. И даже меня попросил тоже здесь стоять, и он делал огромный пузырь. Также вот решил сделать такой мостик, магнитный мостик. Везде описания, таблички. Я уже каждый экспонат не снимала, но кто интересуется, это очень полезно, занимательными науками, физикой, химией, биологией, головоломками, оптикой, акустикой можно сюда прийти. Там теория случайности. Я люблю эту теорию, в школе любила. Также там есть музыкальный зал, который можно не заметить. Поэтому обратите внимание. И вот это пианино, здесь очень интересно расписано, то, что каждая клавиша соединена с молоточком. И при нажатии на клавишу молоточек бьет по струнам. Совершаются колебания, струна издает звук, сами по себе струны звучат тихо. За струнами расположена резонансная деказ. И вот все можно в подробностях изучить. Также мы зашли в темную комнату. Здесь тоже пленочка нанесена. Как я поняла, на зеркало мы друг на друга смотрели. Дорога в этот квантум идет рядом с кермашом. И вот мы зашли в кермаш, и там очень красивый вот этот фонтан с рыбками. Мне он очень нравится. Он какой-то такой... Он детский, но есть в нем какое-то вот детство. Вот милое, теплое детство. Также зашли мы и в Минск-сити-молл. Там есть такая вот локация. Просто туда нужно было прийти. Также покажу вам наш праздник. Просто решили отпраздновать день рождения мамы. И это уже был, по-моему, второй день. Или просто мы решили отпраздновать приезд младшего сына. И вот муж купил угорь. Когда едете в Нароч, то обязательно купите его. Это дорогостоящее такое удовольствие. Но не так сверхдорого. Ну, посмотрите, он огромный. Он такой вкусный. У нас на свадьбе был угорь. Всем советую. Удивительная рыба. Она причем, я так знаю, что и в пресной воде обитает, и в соленой бывает. И вот наш стол, вот это вино, мы очень любим. По-простому, по-быстрому нужно было накрыть. Вот как бывает. Кто пьет пиво, кто вино, кто что. Также снимаю у нас прогулки каждодневные. Снимаю вот этот вот фонтан. Как идти на вокзал, можно встретить эти шарики. Раньше сыну младшему они очень нравились. Сейчас он уже привык, уже не вызывают они такого восторга. Но особенно в подробностях я хотела посмотреть этот дворик. Здесь нарисованы все скульптуры Жбанова. Именно нарисованы. К сожалению, я не знаю кто. И здесь легендарное было кофе в Турке. Я, к сожалению, не попала. Хозяин, как я знаю, я была на экскурсии по Минску, умер. Но вот тут можно походить. Тут даже домик для кошки или кота. Он остался после смерти хозяина. За ним ухаживали. Но самое главное тут не только это, но и статуи. Вот эти рисунки. Я вот наслышана, что вроде бы кто-то там парень его дочки. Или что, нарисовал вот эти все рисунки. Здесь все практически известные скульптуры Жбанова. Ну, этот просто рисунок. Мне нравится, как камень. Подвеска изображена. Вот так правдиво. Видите кофе, можно заглянуть в это окошко, более подробно пропитаться этой атмосферой. И вот невероятные рисунки, граффити. То есть городские скульптуры, прикуривающие мужчина. Также экипаж, который подавался нашему губернатору. То есть я могу о каждой скульптуре подробно говорить. А вот эта девочка с зонтиком, она тоже установлена, эта скульптура. Здесь именно рисунок. Она посвящена жертвам трагедии в подземном переходе Минска метро. Когда в давке, возникшей из-за дождя, погибли 53 человека. Также там и дама с собачкой изображена. И здесь дворик такой интересный, уютный. Потом мы с сыном захотели пойти на вокзан. Он любит наблюдать за поездами. И здесь вот эта плиточка золотая. Нужно встать на нее и загадать желание. Она находится под пирамидой. Это наш Минский вокзал. Легендарный, визитная карточка. И врата Минска, это визитная карточка. Вот, кстати, съемка идет 27.06. И вот все наглядно показываю, куда у нас ходят маршруты. Можете почитать, ознакомиться более подробно с нашим вокзалом. Также запечатлела вот эти вот цветы по дороге домой. Ну как такое чудо не запечатлеть? Вот рядом, вот в простоте, гениальности, красота. И хочу показать еще одно любимое место. Это вот булочная каравай на площади Победы. Она известна давно еще с 50-х. И до сих пор здесь вот продают свежий хлеб, тортики, пирожные. Славится это и кафе, и булочная. Всем советую на площади Победы зайти в каравай. Такая вот атмосфера, плиточка, кофе, чай. Как вы поняли, у нас очень насыщенные дни. Нужно много гулять, дышать свежим воздухом. И хочу поделиться сладкими покупочками. Я в последнее время очень люблю заходить в магазин Place de Grace. У нас есть сеть таких магазинов, где можно купить элитный шоколад, конфеты. Вот если что-то в подарок такое шикарное купить, то я захожу вот в этот Place de Grace. И там на скидках, так как уже подходят сроки годности, был мой любимый пирог Панеттоне. И вот купила его с шоколадной такой вот глазурью, рождественский пирог, хоть у меня и лето. Но вот просто он вышел мне очень бюджетно, так они очень дорогие в магазине, с кусочками шоколада, чокотоне. Это производство Бразилии. Какие же они вкусные. У меня просто ностальгия из детства. Папа, помню, в валютном магазине купил один раз на Пасху или на какой-то праздник. Вот этот Панеттоне, по-моему, он был итальянского производства. Какой же он был вкусный. И вот не просто так стоит эта потрясающая коробочка. Посмотрите на это чудо. Вот со всех сторон. Опять же, это производство Бразилии, как и предыдущий пирожок. Там попроще вообще. Так бюджетно купила 6 белорусских рублей 99 копеек. Ну, так как подходят сроки годности. Вот этот стоит 9,99 белорусских рублей. Покупаю уже второй раз. И все чудесно. Это очень вкусно. Вот так вот со всех сторон выглядит эта коробка. Это феерично. У меня вся семья их любит. Я всех подсадила. Ну, вот они невероятные. Кстати, в парфюмерии есть нота Панеттония. Это тоже очень аппетитно. Здесь с цукатами. И все здесь вот необычно. Это другая технология, чем мы делаем булки на Пасху. На Пасху булки тоже вкусные. Но вот этот Панеттония – это что-то особенное. Вот такая вот коробочка потрясающая. Опять же, в Place de Grace. Ну, и, конечно же, любимая коммунарка. Сын захотел много шоколадок. Сказал, купи мне две Аленки и три. Вот это Эль Карамель. Аленка – это наша классика. Обожаю, люблю. От коммунарки. Потрясающее качество. Вкусный шоколад. Состав тоже потрясающий. Вот можно посмотреть. Состав, я всегда смотрю, он немногочисленный. То есть сахар, какао-масло, какао-тертые, сливки сухие, молоко сухое, эмульгатор, лицетин, соевый, ароматизатор, натуральный ваниль. Все замечательно. То есть на втором месте какао-масло и на третьем месте какао-тертые. О чем еще можно мечтать? Вот они, Аленки. Обожаю, люблю. Считаю, что наши Аленки самые лучшие. Также вот эти вот новинки от Коммунарки. Это просто что-то. Здесь такой особенный шоколад. Вот Эль Карамель с малиной. Стоит 3 белорусских рубля 94 копейки. В чем особенность? Я уже не раз говорила об этом шоколаде. То, что насыщенный карамельный вкус, но это не приторный вкус. Это такой вот элитный вкус, характерный цвет, уникальная рецептура, аромат карамели и карамелизированное молоко и сливки в составе. Как же это вкусно. Тут и шоколад вкусный, и вот это малина, вкрапление замечательное. Просто что-то. И сын еще заказал вот такую вот шоколадку с кокосом. Тот же самый шоколад, но с кокосиком. Это тоже безумно вкусно. Вообще всего три вида. Еще с попкорном есть. Но вот он любит с кокосом и с малиной. Еще хочу познакомить вас с новинками, малинками, белорусскими малинками в кавычках. Это конфетки. Вот это вот новинка, жгучий ананас. Вот такая вот конфетка, это просто что-то. То есть в шоколадной глазури такой вот мусс, и он имеет вкус ананаса, но с подперченой. Это та вкусность, с черным чаем, что-то. Можно и с кофе. Очень классная новинка. Раньше я была равнодушна к таким конфетам. Но вот эти вот, ну вот, люблю. Также я уже все съела. У них есть новинка вишни с перцем. Это мой топ вишни с перцем. Тоже очень вкусная новинка лета. Вайбы я уже показывала с манго и маракуйя, насколько я помню. И вот ходила по коммунарке, еще увидела две новинки. Это конфетки белорусские дары. Вот такие вот белорусские дары. Но они мне меньше понравились, чем жгучий ананас и вишня с перцем. Вишня с перцем – это вообще там еще в молочном шоколаде. Что касается этих белорусских даров, тоже непревзойденная конфетка, вот с клюквой и с черной смородиной. Для гурманов. Тоже вкусные конфеты. С чаем очень вкусно. Но мой топ – это вишня с перцем и жгучий ананас. От души советую эти новинки. Стараюсь показывать вам новинки. Также сообщаю, что у нас в городе Минске есть элитуаль, но еще открылась подружка. Первая подружка в Минске. И вот мы зашли с сыном, решила посмотреть косметику. Ну и купила, конечно же, детский шампунь и гель для душа. Два в одном от Витекс. Сын выбрал. Вот такой вот заряжает космической энергией. Очень неплохое средство. Космические пузырьки. Кстати, здесь написано, что аромат инопланетной апельсиновой колы. Также есть экстракт ромашки и мати-мачьи. Не просто так, какое-то детское химозное средство. Хорошие аллергии не вызывают. И также купила вот такую вот нить китайскую в подружке. Какая-то она была небюджетная, но я уже купила. Думаю, ладно. Наверное, 50 метров-то много. И вот купила с мятой здесь. Посмотрим. Это вот первые покупки в подружке. Не косметика, а все по необходимости. Покупок немного, но надеюсь, видео было полезное. Все так вот на ходу. Просто познакомилась с тем, что я люблю в последнее время. Всем желаю сладких дней. Наслаждайтесь жизнью. Получайте новые впечатления. Пока-пока.